Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Пришла снять финальное видео о сортере нет, потому что наступает время, когда его нужно уже оббирать. Чтобы вы посмотрели, как он выглядит, я сейчас расскажу. До этого я снимала видео, в котором рассказывала о урожайности этого неприхотливого сорта. Сейчас я хочу рассказать о его выносливости. Вот здесь он у меня растет дикоросом. Кто с самой весны смотрел видео, тут видел, что я еще до заморозков высадила на эти ступенечки. Тут у меня буквально 10-15 сантиметров завалинки. Теплицу приваливали, чтобы потеплее там было. Вот одна завалинка была, 4 растения здесь. Вторая завалинка 4 и вот здесь 4. Вот здесь у меня 12 штучек. Они росли диким способом. Ничего с ними не делала, когда они выросли и покрылись плодами. Я их просто вот так вот уложила, вот сюда вот закинула, чтобы во время ветра, грозы, бури они не обколачивались, томаты не отбивались и чтобы не обламывались кусты. Потому что вы видите, кусты все в томатах. Если бы я их не положила, они бы наверное сломались во время последней грозы. Вот сейчас хочу вам показать. Пролежали все лето. Не полола, не посынковала, не подвязывала. Листья не удаляла, ничего не делала. Листья состарились и сами по себе вот так вот засохли. Вот так вот. Ну от старости. Я сейчас их убрала, чтобы вам видно было лучше. Вот они они. Ничего не делала вообще. Прополка не нужна была, потому что они сами забили траву. Они предполагают загущенные посадки. И вот до чего же неприхотливый сорт. Он сам вырос, сам вызрел, сформировались плоды. И плодов немало. Вы видите, что фактически на этих, на всех ступенечках одни помидоры. Ничего здесь больше нет. И вот эти вот, ну как вот эти вот, были посажены еще до мороза. Видите, основной стебель, верхушка, вот эта вот, была замерзшая. Оставался только вот 5-10 сантиметров от земли целый. Остальное вот это было замерзшее. Я даже не удаляла. Он сам восстановился после подмерзания. Выпустил вот эти пасынки. И на всех этих пасынках начали образовываться плоды. Потом, во время последнего вот этого штурма с градом, вы видите, что даже спелые плоды не повреждены. Остальные все томаты у нас побились. А вот эти, они все целые, они как игрушки. Что интересно, что вот стволики-то побитые, видно, что там, ну травмированные. А помидорки целые. Это очень неприхотливый и выносливый сорт. Вот про выносливость 2 пункта. Мороз выдержал, восстановился. Град выдержал, не повредился. Никакая фитофтура его не взяла. Несмотря на то, что они вот валялись здесь у меня фактически на земле все лето. Ни одной гнилой помидорки. Все как игрушки. Хоть сейчас собирай и вези их на базар или куда там, не знаю. Соли, вари. И очень красивые и хорошо в засолке. Можно и кушать, и солить. Вот кому, у кого, например, холодное лето, у кого короткое лето, у кого дождливое лето. Полтора почти месяца у нас идут дожди. Ни одна помидорка не сгнила. Ни одна не обмякла, как бывает. Вот начинает вот такое, как квашня. Нет, товарный вид, все блестящие, все красивые. Что я сама даже удивилась, нынче очень лето не, ну как, неблагоприятное для нас, для садоводов. Вот пришла последний раз показать вам Ринет. Рассказать, что очень хорошо выдержал и бурю, и град, и все дожди. И к концу лета вот видите. Прекрасный урожай на одном квадратном метре. Ну тут не один, наверное, полтора метра. Тут какая земля-то? Всего 10 сантиметров земли. Там уже идет у нас какой-то бетон или шлак там. Тут вообще земли нет. В ширину 10 сантиметров. Вот посадила 12 кустиков. Тут, наверное, ведра 2 помидор. Я это, если учесть, что уже собирала на семена. Очень урожайный, очень выносливый, неприхотливый сорт. Семена есть уже в наличии. Кто хочет вот такие помидорки у себя на участке в каком-нибудь закутке вырастить, пожалуйста, заказывайте. С вами была Ольга Чернова и самый выносливый, самый уникальный сорт томатов Ринет. Он, кстати, и на вкус очень вкусный. Если вы дождетесь до полного созревания, вот до такого, чтобы не бурая была, а именно красная, вот она мягкая помидорка, они очень сладкие, ничем не хуже тех помидор, которые будут позже. Но вот сейчас в этот период, когда начало августа и в открытом грунте, вот так они массово спеют, это мало какой сорт дает такой обильный урожай. Можно уже солить, пожалуйста, консервируйте. До свидания. Желаю всем вам хороших урожаев, несмотря на все капризы природы. Вот видите, какие-то помидоры у нас погибли вообще от града, я потом в каталоге помечу, что нынче их не будет. А какие-то вот такие неваляшки, как Ринет, они вообще не почувствовали, на них даже не видно, что был какой-то град и была какая-то гроза. Во-первых, они лежачие, во-вторых, они такие плотненькие, хорошие, их град не затронул вообще. Все, вот это сорт Ринет. На каждый участок 5-6 кустиков нужно его садить. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин